Телекомпания РТС Но приехав за сотни верст, влюбиться в этот город всей душой и отдать ему все мог только человек воистину широкой души и безграничного таланта. Уже много позже его спутница скажет «Ему я жена», а Луганск – любовница. Именно любовнице он посвятил лучшие шедевры, созданные с любовью и мастерством. Именно о том, как выглядит она, он будет беспокоиться до последних своих дней. Именно она обязана ему почти всем красивым и изящным, что в разные годы ее украшало. Он, подобно пигмалиону, вылепил свою галатею из провинциального, захудалого городишки, каким был в 30-е годы прошлого века город на Лугане. Архитектор Александр Степанович Шеремет Шли годы первых советских пятилеток. С огромным напряжением сил, невиданным энтузиазмом народ закладывал фундамент новой жизни. Уже работали электростанции, возведенные по плану Гойл-Ро. Строилась крупнейшая гидроэлектростанция в Европе – Днепрогэс. В Москве, Ленинграде, в Донбассе, на Урале и в Сибири поднимались промышленные стройки. Возводились домные мартены, строились заводы и шахты. Развитие промышленности влекло в города все больше и больше людей. Покинув сельские мазанки и срубы, но поселившись в бараках и городских лачугах, люди нуждались в нормальном жилье. Хотели посещать театры и скверы, пользоваться больницами и магазинами. В тот момент проблемы градостроительства приобрели огромное практическое значение. Вот вся заводская группа, она сложилась до войны, и она работала на полный ход. И ни один вообще из городов, который нам достался в наследство, мы же получили-то ведь не Чикаго в наследство. Мы должны были города перестраивать, города, которые не годились для новых. Было очень много всяких фантазий, которые пытались реализовать. От совершенно бредовых до очень конструктивных. Поэтому это такая была очень интересная эпоха, и такая очень азартная, и увлекающаяся все время. Свой путь создателя архитектор Шеремет начинает в Харькове. После окончания Киевского художественного института и преподавательской деятельности он выбирает деятельность практическую. Проектирование жилья для рабочих тракторного завода – вот первый проект, в котором он участвует и как соавтор, и как автор. Это был проект поселка для рабочих под названием «Новый Харьков». Ну, значимый эксперимент, осуществленный, и, конечно, вошел в историю архитектуры тех лет. Шеремет работал в этой группе. Были применены самые по тем временам, ну, скажем, откровенно, и по сегодняшним временам. Довольно передовые методы градостроительные. Идея «Нового Харькова» заключалась в четком зонировании территории города. Промышленная зона протянулась вдоль трассы, но полукилометровая зеленая полоса мощным разрывом на всю длину промзоны отделяла ее от жилого массива. Шесть пятиэтажных и два семиэтажных дома в проекте соединялись по торцам крытыми переходами. По этим переходам все жильцы могли, спустившись на второй этаж, во-первых, переходить от дома к дому, а во-вторых, по этим переходам можно было попасть в детские сады, дворец культуры, на знаменитую по тем временам фабрику-кухню, где была столовая. Дома построили, детсады построили, и дом культуры, и школу, а переходов не сделали. Ну, трудно сказать почему, да? Но я все-таки думаю, что прошло 70 лет, а мы ведь не ушли от семейного домостроя. Все равно мы требуем определенной изоляции какой-то семейной ячейки, но такие горячие головы, они... Вот в этом оказалась, так сказать, невозможность реализовать такую, казалось бы, очень прогрессивную идею. Но он с тех пор так и называется Новый Харьков. Дома как дома. Самые такие обычные кирпичные дома. А вот предприятия обслуживания очень интересные. Они сделаны все в таких закругленных конструктивистских таких объемах. Причем эти вот все, так сказать, части цилиндров, там, так они, основной элемент в этих зданиях. Это не просто фантазия, это пандусы. В этих домах отказались от лестниц. Вот дети должны были не скатывать и не падать на ступень, а подниматься и спускаться по пандусам. Впервые Шеремет увидит Луганск в 1933 году. Узкие улочки. Из них мощеных всего три, да и те только в центре. Дома нередко взирают на улицу глухими стенами. Скудная растительность. Склоны белые от обнаженного мергеля. Всюду пыль и теснящиеся друг к другу рабочие бараки. И это после старинного Нежина, где родился, после православного Киева, где учился, и изысканного Харькова, где осуществил свои первые проекты. И это вместо Одессы и Ялты, куда его будут настойчиво звать, когда его архитектурная фантазия уже вовсю развернется в луганских степях. У Ганску в этом отношении очень повезло. До войны очень мало в каких городах были должности главных архитекторов. А от них зависело на самом деле очень многое. То есть они на месте должны были вырабатывать как бы политику застройки города. Это был некий шарнир, в которых сходились все интересы участников градостроительного процесса. И ведомственных застройщиков, и населения, которое как-то желало преодолеть жилищный кризис и стремилось что-то для себя построить, иногда занимая под такую низкокачественную индивидуальную застройку лучшие участки в городе. И какие-то требования центральных управляющих органов. Это очень трудная работа. И то, что Александр Степанович был главным архитектором с 1937 года по 1969, это в общем довольно уникальное явление. Как правило, главных архитекторов снимали, потому что они не справлялись со своей работой. Ну, потому что условия были такие, что невозможно было справиться. Главным зодчим Луганска он пробыл более 30 лет. Только вдумайтесь, это как родить, вырастить и поставить на ноги любимое дитя. За эти годы досконально постигаешь его потребности, его особенности и недостатки. Через руки Александра Шеремета прошло три генеральных плана. Один города Харькова и два Луганска. В 1986 году Луганск почти в точности выглядел так, каким его спроектировал в генеральном плане 1966 года Александр Шеремет. Он построил немало жилых домов, которые трудно назвать простым словом «жилье». Всюду его творение отличает безупречный стиль, ненавязчивая красота, элегантность и сдержанность. Александр Степанович Шеремет, он как раз был представителем такой академической классической школы архитектурной. Когда стала формироваться в советском градостроительстве доктрина города-ансамбля, он пришелся, как нельзя кстати, своим вот таким образованием классическим. Он понимал, что такое ансамбль, он понимал, что такое использование исторического наследия и так далее, и так далее. Он был воспитан на классических образцах. Многих знатоков архитектуры, знакомых с работами Шеремета, удивляет тот факт, что он так и остался архитектором провинциального города, хотя в мастерстве мог состязаться со столичными зодчими. Когда в 1934 году в Луганске решают увековечить память погибших в годы революции и гражданской войны героев, памятник заказывают в Москве. Но ни один из предложенных проектов не находит одобрения. Ни предложенный скульптором Козловым, за которые тот обещал Климу Ворошилову даже денег не брать, ни проекты московского общества «Всека-художник». Мемориальный комплекс борцам революции в Луганске возводят по проекту Александра Шеремета. Позже именно за этот мемориал город на востоке Украины назовут маленьким Парижем. За схожесть с памятником парижским коммунарам на кладбище Перля-Шез. Ведь это же классика, это классическое сооружение. Когда подходишь к этому монументу, то ты особенные чувства всегда испытываешь. Только после создания в 1933 году Академии архитектуры СССР стала возможной полноценная разработка проблемы создания города как целостного социального организма, как среды полноценного обитания людей. Архитектурная наука во второй половине 30-х далеко продвинулась и в области истории градостроительства. Однако разработка комплексной всесторонней методики проектирования города все же отставала от нужд реальности. А в этом смысле работы по созданию генерального плана застройки Москвы имели особое значение. Впервые по деловому в рамках конкретных экономических возможностей был сделан шаг к всестороннему решению сложнейшей проблемы реконструкции крупнейшего развивающегося города. Основоболагающие принципы градостроительства, реализованные в генеральном плане реконструкции советской столицы, дали пример решения многих градостроительных задач по всей стране. В Москве рождались вот те принципы, укреплялись, получали соответствующее добро. И они так расходились, уже будем говорить, кругами по воде. Знаменитый конкурс на наркомке Ашпрома в Москве, на месте ГУМа, предполагалось вот этот целый огромнейший такой конструктивистский комплекс. Ну, тот же самый проект на дворец Советов, в котором мы жили до военных лет. Он нам всегда диктовал, а как надо. Сталин отличался одним замечательным свойством. Плюс ко всему его, плохим или хорошим, он понимал значение архитектуры. Он понимал, что никакое другое искусство не отразят величие его духа так, как архитектура. Ибо она, по определенным, так сказать, познаниям, вечная. В 1935 году правительство выделяет на строительство и благоустройство Луганска 20 миллионов рублей. Безусловно, что правительство обратило внимание на Луганск не без активного содействия выдающегося земляка, наркома обороны Клима Ворошилова. Но, тем не менее, это не Клим, а начальник Луганскстроя товарищ Картушев скажет, надо в 1935 году во что бы то ни стало покончить с тем, что Луганск уже стал нарицательным именем Грязи. Это рабочие завода номер 60, ныне Луганского станкостроительного, обратятся с призывом ко всем жителям города выступить в Ворошиловский поход за светлый и радостный город победившего пролетариата. И город преображался, и перестраивался. И все это по планам Александра Шеремета. Сначала старшего архитектора архитектурно-планировочного управления, а затем главного архитектора города. Собрать застройку города, сделать такой масштабный хороший центр в городе, который был бы репрезентативным, представительным, ярким, было крайне сложно. Как правило, мастерская главного архитектора города, даже в таком городе, которому уделялось огромное внимание, как Сталинград, она была заполнена кадрами, ну, на 30%. В других же городах, ну, может быть, два архитектора, три архитектора работало. Во многих городах на этих должностях просто были люди без архитектурного образования, это в лучшем случае, а иногда вообще без образования. То есть в этом смысле Луганску тоже повезло. Как бы выглядел Луганск, не будь в нем его творений. Здание главпочтамта, дома ИТР, названного в народе домом старых большевиков, здание русского драматического театра, ныне областного дворца культуры. Впрочем, мы знаем, каким стал город без шеремета. Олицетворением этой потери стал парк имени Горького, его детище, его мечта о городе Саги, его самая большая боль. Он пронесет через всю Великую Отечественную войну в нагрудном кармане гимнастерки номер Ворошиловградской правды от 18 августа 1936 года. Специальный выпуск, посвященный открытию парка имени Горького, как свидетельство о рождении любимого ребенка. Парк культуры и отдыха в Луганске, это была очень удачная работа, поскольку она вызывала у архитекторов достаточно позитивное отношение, и у населения большой энтузиазм. Хотя она не была завершена до конца, вторая очередь строительства парка.